Встреча с населением – это одна из самых эффективных форм решения проблем в районе. Региональная власть порой не знает о больных местах именно в поселениях, в то время как забот у местных жителей много. Это проблемы здравоохранения, ЖКХ, энергоснабжения, развития сельского хозяйства. Нелегко порой приходится предпринимателям, которые пытаются развиваться на территории Конаковского района. В 8 лет я пытаюсь перевести свое предприятие из Москвы в город Конаков. Были куплены земли, были куплены здания, которые были подключены к электроэнергии. В 8 лет я пытаюсь перевести электроэнергию от внутренних сетей Конаковской ГРЭС к сетям города или к сетям энергокомпаний. Мне это не удается. Последние 4 месяца мы работаем на генераторах. И вы хотите, чтобы предприниматели к вам ехали сюда? Сейчас стоит вопрос о том, чтобы свернуть здесь свое производство, взять свое оборудование и выехать от туда. При этом я могу создать 20 рабочих мест. Возникают проблемы у фермеров. Немало подводных камней встречается на пути оформления земель. Ни для кого не секрежь, что законодательство в этой отрасли не идеально. Зачастую возникают проблемы с необходимыми субсидиями. Но сейчас ситуация меняется. Об этом журналистам и собравшимся рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Светлана Максимова. Я хочу сказать, что я сама занималась этой поправкой в закон о крестьянско-фермерческом хозяйстве. И там есть некоторые закавычки, так будем говорить, есть проблемы. Мы сегодня уже сделали поправку. Первую поправку я сделала, это по поводу того, чтобы человек, который зарегистрирован в Москве, а имеет землю, допустим, в Тверской области, что он может, чтобы его регистрация была все-таки в Тверской области, там, где находится непосредственно его земля, там, где он будет работать. Я думаю, что вот эта поправка очень многим людям развяжет руки, они смогут регистрироваться и получать после этого субсидии в нашей Тверской области. Больным вопросом в некоторых поселениях Конаковского района остается отопление. Где-то его и вовсе может не быть зимой, а где-то платить за него приходятся неподъемные суммы. Каждое из таких обращений не останется без внимания региональных властей. Жители крупного поселка Реткино уже второй год ждут, когда на их территории появится обещанный многофункциональный центр. А Конаковский экологический клуб к Игорю Рудене обратился с просьбой посодействовать в общении с региональной властью, чтобы совместными усилиями решать актуальные зеленые проблемы живописно и убогатого лесами Конаковского района. Жители поселка Новозавидовский пригласили главу региона в гости, чтобы посмотрел он на плачевное состояние местной больницы. Высказались многие, а результаты, по словам губернатора, не заставят себя ждать. Развитие региона и вывод его в лидирующие позиции в ЦФО невозможно без улучшения качества жизни жителей всех поселений.